Доброго времени суток, подписчики и гости канала Фиалкин Островок. С вами Елена. Дорогие друзья, что-то давно я вам не показывала своих цветочих растений. Сегодня хочу показать сорта, которые я очень редко показываю. Некоторые сорта показываю всего раз в год по определенным причинам. Также будет сегодня еще пара новинок. Пишите пожалуйста в комментариях, какие сорта понравились вам. Или возможно у вас тоже есть те же сорта в коллекции, что есть у меня. Постараюсь всем ответить. Буду благодарна за ваши вопросы, за ваши отзывы. Ну и как всегда неотразимый сорт ЕКА Кураж. Летом цветет такой шапище огромное. Ну а сейчас после переукоренения вот такая розеточка. Пока розетка не разрослась, она еще компактная. Сорт стандартный. Очень красивые девочки и мальчики. С какой стороны ни глянь, везде красота. Цветоносы, конечно, немножко длинноваты, потому что летнего освещения нет. Цветет на стеллаже. А прошлый год дубль розетка цвела на подоконнике. Конечно, я света от солнечного ее притеняла, но она такую огромную шапищу дала. Вот я выставила фотографию, как она прошлый год цвела. Ну просто изумительно. Но потом, конечно, восстанавливается долго после такого цветения. Вот такая красавица. Для любителей красненького. Этот сорт я показываю примерно раз в год. Это сорт Л.Е. Леша. Очень красивые цветы. Но розетка мне совсем не нравится. Листья часто крутят. И очень длинные цветоносы. Уже не один раз думала расстаться с этим сортом. Но вы посмотрите, какие цветы. Как распустится розетка, расцветется. Ну и все. И такое жалко становится. Не хочется никому отдавать. В этот раз тоже, наверное, оставлю себе. Никому ее не отдам. Очень трудно ее приводить в порядок. Очень трудно сделать, чтобы цветочки лежали так, чтобы было красиво смотреть. Но вот сейчас перед съемкой я ее тоже немножко так попричесала. Вроде и такой ничего вид. Понаблюдаю еще. Дорогие друзья, у кого есть этот сорт, тоже очень прошу. Напишите, какие у него цветоносы. Такие должны быть. Или это может быть на стеллаже так. На подоконник я не ставлю этот сорт. Мне вообще не нравится, как цветы цветут летом на подоконнике. Почему-то все время проблема, что они выгорают. А они и так не яркие. Они очень нежные. Я боюсь, что они совсем выгорят. Так что, дорогие друзья, буду ждать ваших комментариев. Пишите. Буду очень благодарна. Мне кажется, что этот сорт я вам ни разу не показывала. Это ЛЕ Сабина. С сортом я никак не могу подружиться. Мне не нравятся у него листья. Зимой у него постоянно не до свет. Все листья скручены. Летом пересвет обнимает горшочек. Цветы вот тоже не знаю. Нравятся, не нравятся. Никак еще не могу понять. Они светло-розовые. С яркой розовой каймой. На некоторых лепесточках зеленушка присутствует. Все в раздумии пока оставлять этот сорт в коллекции или нет. Дорогие друзья, у кого он есть, напишите, как он себя ведет. Всегда у него такая беда с листьями, вот как у меня сейчас. Что он мне и летом не нравился, какая у него розетка. И не нравится зимой. Так что жду ваших комментариев. Заранее спасибо. Еще один беспроблемный сорт в моей коллекции. Это авы, озерная фея. Правда, уже отцветает. Надо было немножко раньше вам его показать. Розетка компактная. Сантиметриков 20-22 всего в диаметре. Цветы средние. Я бы не сказала, что они большие. Но они немножко все разные. Вот на каком-то цветочке присутствует даже белый оттенок. А какие-то темные-притемные. И такие, и такие бывают. Первое цветение было, все цветы были темные. А сейчас бывают иногда вот и такие. Очень красивый сорт. Очень легкий. Легко растет. Розеточка сама себя формирует. И вот немножко я прибавила. Приблизила. Чтобы можно было рассмотреть эти красивые цветы. Они просто изумительны. Но это для любителей именно рюшастиков. Потому что рюши растут очень большие. Чем дольше цветочек цветет, тем больше рюши он набирает. Ну а так как у меня розеточка цветет уже давно. И это уже последние цветочки. Такое слабенькое уже цветение осталось. То вот только так сейчас. Но все равно очень красиво. Вот такой прекрасный рюшастик. Сорт Константина Морева с оттенорож. Я его, девочки, вам практически не показывала. И мальчики. Потому что он очень долго восстанавливался. Полтора года прошло после лечения мучнистого червеца. И вот эта красавица еще только восстанавливается. Сорт стандартный. Розетка как бы такой средний стандарт. Сантиметров 25-26 в диаметре. Листики раскладываются ровно. Черепичкой сами. Розеточка все время ровная. Я ее не формирую. Но минус этого сорта. Цветочки выгорают. Сейчас я вам покажу. Переверну. Вот смотрите. Здесь очень хорошо видно. Вот этот выгоревший цветочек совсем. Вот этот ярче. А этот самый яркий. Потому что он еще даже не дорос до взрослого размера. Цветы красивые. Цветы не заплывают. Вот это мне нравится. Цветет долго. Поэтому цветы выгорают. Когда взрослый размер цветка. Они большие. Сантиметров по 7. Вот такие вот. Пока я еще не определилась. Оставлю я сорт в коллекции или нет. Как раз по той причине. Что еще не очень с ним подружилась. Не было времени. Пока он восстанавливался. Я его как-то на цветение и не ставила. Я у него убирала цветоносы. Чтобы он мог восстановиться. Сейчас розетка довольно-таки большая. Хорошая. Цветоносы идут. Посмотрю, как будет дальше. От того, что цветы не заплывают. Конечно, это большой плюс. Но то, что выгорают. Это большой минус. Шапочки, конечно, не было. Из-за того, что сорт восстанавливался. А так вот цветочки нравятся. Буду наблюдать за ним. Держать вас в курсе. Если у кого есть этот сорт, пишите. Мне очень интересно, как он себя ведет. А так вот мне показалось, что сорт несложный. Снова хочу вам показать сорт Константина Морева. Звезды Крыма. Наконец-то, дорогие друзья, я нашла то освещение, при котором камера передает цвет точно. Вот какой он есть сейчас. Как вы видите, вот такой он на самом деле. Вот такой яркий, насыщенный, контрастный. Красный, яркие горохи. Прямо как звездное небо. Красотища просто. Если у кого-то этого сорта нет, заказывайте. В прошлый год все детки, которые у меня начинали распускаться, все были сортовыми. Спорт, значит, редко бывают. Хотя сорт и фантазийный. Красотища, правда? В комментариях меня спрашивали, почему я не формирую розетки. Да, я сейчас розетки не формирую. Сейчас весна. И начнется сезон отправок. И каждый листик будет нужен. Поэтому сейчас я не вижу смысла делать ровные розетки. Как выросли, так выросли. Вся формировка будет уже потом, после пересадок, наверное, осенью. Мне вот жалко сейчас удалять хорошие листья, если я знаю, что этот сорт будет нужен. После переукоренения зацветает Арктурус. Красивый сорт, стандартный. Сорт очень легкий. Очень легко растет, легко раскладывает розетку. Смотрите, какая ровная розеточка. Я ни одного листика с нее не убирала. Она сама себя формирует. Листики раскладываются черепичкой. Цветочки вроде и простые, но в то же время белая карандашная кайма придает такой нежности, контраста. Очень нарядный сорт. Это еще только три цветоноса распустилось. Полный распуск весь впереди. Стоит красавица на верхней полке. Там довольно-таки тепло. Тем не менее, белая карандашная кайма не пропадает. Сорт очень-очень простой. Подходит для новичков. Красивое такое пятнышко в коллекции. А с этим глазастиком я решила расстаться. Это сорт Хумака Нунейма. Почему-то в моих условиях все время вот такие длинные цветоносы. Мне очень не нравится, когда цветы вот так вот свисают. Это уже даже не веночек. А уж о шапочке здесь речи не идет. Сорт промышленный. Цветы крупные, красивые. Но, к сожалению, вот такая вот беда у этого сорта. Может, у меня такая линия. Потому что летом я ставила на окно этот сорт посмотреть. Может быть, цветоносы будут меньше. Но, тем не менее, даже летом и то цветоносы очень длинные. Поэтому этот сорт убираю из коллекции. Сорт АВ просто космос. Да, смотрите, какие огромные цветы, как космическое небо. Такой красивый глубокий цвет. Белая карандашная кайма. И вот это первое цветение молодой розетки. Вот она как зацвела в 50-граммовом стаканчике. Я ее пересадила. И так она вот и продолжает цвести. Конечно, первое цветение. Поэтому цветоносцы еще слабоваты. Розетка еще не повзрослела. Но она такая красивенная. Каждый раз любуюсь. Немножко поувеличила, чтобы можно было разглядеть красоту вот этих вот цветов. Изумительный сорт. Розетка сама раскладывается. Не знаю, что об этом сорте еще сказать. Сами видите, насколько он красивый. Еще один красивый фантазийный сорт. Л.Е. Авантюра. Розетка после переукоренения. Я ей долго не давала зацветать. Хотела, чтобы она нарастила розеточку. А она вместо этого все давала цветоносы. И вот сейчас, когда розеточка уже стала довольно-таки большой, я ей разрешила цвести. Этот сорт никогда не цветет. Шапочка. У нее все время веночек. Цветоносы немножко развалены. Но вот такая красота цветов. Из-за этой красоты, в принципе, я ей все и прощаю. Конечно, я люблю шапочное цветение. Но после него цветы восстанавливаются долго. Смотрите, какая красотища. Ну вот цветение сейчас уже ближе к летнему. Очень мало белого на лепесточках. Но я думаю, что она следующей зимой зацветет немножко не так. Авантюра, она и есть авантюра. Каждый раз цветет по-разному. Но каждый раз красиво. Поувеличила вам немножко, чтобы можно было видеть, разглядеть вот эти вот красивые фантазийные цветы. Потому что, когда на фотографии выбираете сорт в свою коллекцию, не всегда вот эту красоту можно увидеть. Когда смотрите видео, здесь все краски видите. Какая это красота. Вот такие вот цветочки. Цветочки сантиметров примерно 5. Форма нюточки. Они полумахровые. Есть простые. Но всегда сорт красивый. Зимой цветет много белого. Весна и лето белого меньше. Но от этого вот красота сорта, она не теряется. Всегда притягивая взгляд. Всегда хочется иметь такой в коллекции. ДС Сияющий колокольчик. Новинка в моей коллекции. Еще одна растрепка в моей коллекции. Растрепка, потому что сорт цветет не веночком, не шапкой. А куда свалятся цветочки, туда и лежат. То есть все время кажется, что сорт очень растрепанный. Но в коллекции он в основном за счет вот таких красивых фантазийных цветов. У меня шесть розеток. Вот эта зацвела. Фэнтези есть, но хотелось бы больше. Вот этот вот цветочек. Здесь вообще фэнтези очень мало. Буду наблюдать. В какой розетке будет больше фантазийных брызг. Ту и оставлю. Потому что за счет вот этих фэнтези брызг создается как раз впечатление, что колокольчик сияет. А так сорт очень красивый. Поэтому я думаю, что в коллекции он у меня будет. Вот кроме этой розетки у меня еще одна зацвела. Но похоже, она не определилась, какая она будет. Колокольчик или ДС Пинка. Ну и то, вот смотрите, здесь брызг почти нет в фэнтези. А какие здесь цветоносы распустятся, не особо видно. Ну вот, вот этот бутончик розовый. А вот с этой стороны более синий, но розовый цвет. Цвет тоже проглядывает. Посмотрим, что будет. Может вообще весь в химеру уйдет. Цветонос я укоренять не буду, потому что прилистники всего 2 мм. Слишком мало. Поэтому или его в хорошие ручки пристрою, или оставлю для наблюдения, чтобы посмотреть, что будет химера или все-таки ДС Сияющий колокольчик. Новинка в моей коллекции сорт Ват Елена. Сорт расцвел в 50-граммовом стаканчике. Смотрите, какие огромные, красивые, фантазийные цветы с белыми каюмками по лепесткам. Очень трудно этот сорт фотографировать, потому что все фотографии, которые я видела в интернете, они не передают вот эту нежность цветка. Вот сейчас при этом освещении более-менее цвет натуральный. А то, что я раньше видела по фотографиям, он совсем другой. У меня эта фиалочка распустилась на верхней полке стеллажа вдалеке. И когда она распустилась, я не узнала сорт. Я думала, что это какая-то спортяжка распустилась, но очень красивая. Это вот как раз потому, что в интернете фотографии идут с искажением цвета. Я тоже фотографировала. И вот такой вот красоты не было, как сейчас вы видите. Изумительный сорт. У меня еще три розетки осталось. Остальные я уже пристроила в хорошие ручки. Хочу посмотреть, как и другие розеточки зацветут. Сколько будет фэнтези, какая будет белая кайма, шире или уже. Изумительный сорт. У кого нет, рекомендую. Потому что вот в живую на него смотреть одно удовольствие. Действительно красивый и заслуживает вашего внимания. Сорт Эн Пасадобль. Это полуминиатюра, красавица. Растет в 100-граммовом стаканчике, но размер гигантский. Сегодня розеточку смирила 25 сантиметров. Конечно, для полуминии это лишка. Я не знаю, почему она такая вымахала огромная. Должна быть такая или нет. Но вообще очень нежный и красивый сорт. И несмотря на то, что это полуминии, но такая большая, в коллекции она останется. Листочки немножко неровненько легли. Это возможно от того, что подсветку я сменила. И она начала подстраиваться под цвет. Роспуск еще не полный. Еще много нераскрытых бутонов. Но очень, конечно, красивый сорт. Такая игра цвета. Такие листья. Она даже без цветов красива. Сорт уникальный. Листовые черенки есть. И надеюсь, что будут детки. Еще не заглядывала. Листик есть укорененный. Не знаю, есть там малышня или нет. Но думаю, что будут. Дорогие друзья, на сегодня все. Спасибо, что заходили ко мне на Островок. Всем пока-пока.